Всем привет! С вами Маша и полная практика прощения с Green Mind Life Ярослав Мудр-Воронцов. Сегодня 20-й день практики третьего шага полной практики прощения и мои осознания за сегодняшний день, 8 января 2020 года. Осознаний много, я поэтому буду подсматривать. У меня вот тут они записаны в тетрадке. Я буду подсматривать. Все осознания взяты, по сути, из мастер-класса Елены Тараринова. Есть видеозапись в YouTube, которую я безумно рекомендую посмотреть. Очень много хороших, интересных мыслей я для себя вынесла как основные следующие. Они не все, может быть, новые, но как напоминание о том, о чём мы уже знали. Первое. Обидеть невозможно, можно только обидеться. По сути, обида — это наш выбор, который каждый из нас делает внутри себя. То есть всё у нас в голове. Мы решаем обижаться на ситуацию, благодарить за ситуацию или радоваться ситуации. Поэтому обидеть кого-то невозможно, можно только обидеться. Второе. Чтобы что-то получить, это надо сначала дать. Интересным для меня было новым то, что наш мозг, ему всё равно, получает он или принимает. Ему это не важно. Ему важно то, что он находится в определённом состоянии. Соответственно, если ты, например, хочешь любви, получить любовь, чтобы тебя любили, то для начала дай это кому-то, полюби кого-то. И это очень такая для меня лично интересная мысль. Следующая. Ценность женщины определяется не поступками женщины, а она определяется её состоянием. То есть можно сделать 100-500 миллионов дел в день, но при этом сделать это в состоянии негативной эмоции, какой-то агрессии, злости или ещё чего-то такого. И это не есть ценным. А можно сделать всего лишь одно дело, но это одно дело будет сделанное в правильном состоянии, вот оно будет важно. Поэтому не стоит стремиться сделать 100-500 миллионов дел, как обычно, например, делаю я. Стоит сделать одно дело, но в правильном состоянии. Или все 100-500, но тоже в правильном состоянии, в состоянии позитива, радости и хорошей эмоции. Следующее. Прощение — это проявление божественного начала в человеке, это проявление божественной сути человека, потому что всех прощает только Бог. Поэтому прощение — это мы проявляем божественное начало. То есть это не есть каким-то… Если мы кого-то простим, мы не унижаем себя, это не есть каким-то унижением или прогнуться под кого-то. Нет, это проявление божественного начала в человеке. Следующее. Когда есть какой-то, ты в каком-то споре или у тебя возникает желание на кого-то обидеться, задайся вопросом, а что для тебя важнее — быть правым или быть счастливым? Я задавала себе эти вопросы, я знала об этом, но мне это вот ещё одно очень хорошее напоминание. Что тебе важнее — быть правым или быть счастливым? И Елена даёт как пример некую фразу, которую можно говорить в споре с человеком. Для меня всегда вопрос, а как остановить спор, если ты всё равно с человеком не согласен? И эта фраза для меня хорошая очень подсказка. Скажи следующее, что «Я не думаю так, как ты, но в тебе есть многое, что для меня важно, поэтому пусть будет по-твоему». Следующее. Есть ряд вещей, которые, как оказывается, нормальные. Это нормально. Для меня не всё из этого было очевидно. Первое. Это нормально, когда женщине кажется, что она тянущая лошадка. Почему? Потому что женщина ведёт счёт своим делам, она каждую мелочь, каждое сделанное собой дело считает его. То есть там «Я почистила картошку, но больше это дело раз, я сварила больше, это дело два». И вот она считает каждую мелочь. Мужчина же, в отличие от женщины, считает какие-то глобальные вещи, которые он сделал. То есть он купил машину, вот это он сделал. Поэтому женщине часто кажется, что она сделала много больше, чем мужчина. Поэтому нормально, когда женщина считает, ей кажется, что она тянущая лошадка. Это нормально, не надо паниковать и кричать, ты ничего в этом не делаешь. Второе. Это нормально то, что тебя недолюбили в детстве. Мы все здесь недолюблены. Долюбить в принципе невозможно. Невозможно насытиться любовью. Поэтому говорить о том, что кто-то долюбленный, а кто-то недолюбленный, нет, нормально, что мы все недолюблены. Следующее. Для женщины нормально отдавать больше, чем принимать. Это природа женская. Отдавать. И она в этой своей природе счастлива. Следующее. Это нормально, когда у наших мужчин есть недостатки. Это абсолютно нормально. Не бывает никого идеального. И если мы живем в мечте у мужчины, у моей мечты он идеальный, то такого не будет. Это не совсем правильно. Абсолютно нормально, что у мужчины есть недостатки, и он их проявляет. Следующее. Важно жить в позиции смирения и принятия. И это некая внутренняя позиция. Смирение — это вообще жить с миром внутри. Это нечто, что есть у нас внутри. И смирение внешне проявляется вообще, обычно не очень проявляется. Это больше проявляется у нас внутри. Но это не значит, что мы не можем выражать свои эмоции. Это не значит играть в игру спокойствия. Нет. Эмоции у нас есть. Их надо выражать. Их надо сливать. Это абсолютно нормально. Но внутри при этом должна быть позиция всё-таки смирения. Смирение и принятие ситуации. И фраза, которую я тоже себе записала от Елены Тарариновой, когда происходит что-то не так, как мы планировали, скажи себе, Господи, спасибо, что ты продолжаешь меня удивлять. Спасибо, что ты мне даёшь новые ситуации, новые уроки. Следующее. Когда ты инициируешь позитив в человеке, ты получаешь позитив в ответ, инициируешь негатив, получаешь негатив в ответ. Это о том, что когда мы к человеку с психами, то человек на эти психи соответствующие и реагирует. Тоже какой-то защитной реакцией, криком, психами в ответ. Но когда мы к человеку с принятием, с позицией любви, то человек и реагирует соответствующим образом. Это из семинара «Основные моменты. Всё». И ещё одно, тоже навеяно семинаром, навеяно полной практикой прощения, законом притяжения, материалом, который я сегодня слушала, как ещё раз напоминание о том, что о чём ты думаешь, то ты получаешь. На что медитируешь, то и получаешь. С кем общаешься, таким и становишься. Что у тебя в голове, то у тебя в жизни. То есть наша жизнь — это отражение наших мыслей, нашего ума, настроения и состояния ума. Опять-таки интересно было, что вот говорят, что муж с женой со временем становятся внешне похожи. И да, это правда. То есть о чём мы думаем, на чём мы сосредоточены, на что мы медитируем, то мы и получаем. Мы даже внешне становимся похожими. Или там говорят также, что очень хороший для меня пример — собаки похожи на своих хозяев или хозяева похожи на собак. И такое я тоже в жизни наблюдала, как и то, что муж с женой становятся даже внешне, физически похожи. Вот, по осознаниям за сегодняшний день всё. Это была Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов.